Работаем? Михаил Николаевич, ну пожалуйста, от начала истории, то есть реформирование управления, что оно сегодня представляет, когда оно началось, каким его позиционировали и с чем, собственно, столкнулись в момент реформы? Спасибо огромное, что пришли. Ко мне сегодня обратились ряд СМИ с просьбой прокомментировать вчерашние слова, которые были сказаны на брифинге Главы Агентства Рудного Хозяйства Ермой Ковалевым по поводу подведения итогов за два года его работы на должности Главы Агентства. Как мы все знаем, он подал в отставку, в ближайшее время должен уйти, и это было подведение итогов. Самое главное, о чем он сказал, это реформа, которой он гордится, и которую он считает очень успешной. На самом деле есть ряд вопросов к этой реформе, которые я хотел бы прокомментировать. В том числе там сказано о том, что существует определенная проблема в нескольких областях, и в частности в Николаевской области по поводу реформы. Есть определенные слова, я хотел дать комментарий для того, чтобы общественность знала истинную картину, что на самом деле происходит, и что за реформа, собственно говоря, была. Реформа, в первую очередь, собой подразумевала создание абсолютно нового рыбоохранного органа, который не был бы замешан в никаких коррупционных историях, который был бы абсолютно прозрачен и честен. Но, к сожалению, к огромному, не совсем все так получилось, так, как хотелось. Первое, что стоит сказать, что, ну, во-первых, мы не хотим оправдываться, мы просто хотим донести до общественности истинную картину. Первое, что хотелось сказать о том, что Ярмай Богданович Кавулив заявил вчера на брифинге, что зарплаты у инспекторов органов рыбоохраны выросли, и у инспектора рыбоохраны сегодня зарплаты не 1200, как было, до реформирования, а 10 тысяч. Это его слова, это все везде как бы указано и показано, но на самом деле это совершенно все не так. На самом деле сегодня зарплата главного джавного инспектора составляет 381 гривен. Проведного и старшего инспектора 3352 гривен. Это очень важное замечание, потому что мы единственное, чем можем стимулировать, какими-то премиями людей, это как бы мотивация для их правильной и честной работы. Это то, что касается заплаты. То, что касается того, что якобы агентство рыбного хозяйства получило новую технику и ее раздало, вы, уважаемые журналисты, можете выйти во двор и посмотреть ту технику, которую мы получили. Которая на 80% изношена так, что подлежит списанию на самом деле. И в таких условиях мы вынуждены работать сегодня. Мы не получили ни единой машины, мы не получили ни единого плавсредства, мы не получили ни единого двигателя на сегодняшний день. Вообще, что мы получили взамен? Мы получили саботаж в переоформлении того, что хотя бы того флота, который сегодня есть, хоть как-то, какими-то собственными средствами можно было бы его отремонтировать и использовать в нашей работе. Более того, я об этом неоднократно говорил в обе рыбного хозяйства, но в наших нарадах в Киеве в агентстве я говорил о том, что, уважаемый Роман Богданович, не обеспечив людей должной техникой, вы не можете требовать от них какие-то показатели работы. Вместе с тем, хочу заметить, что Николаевский обоохранный патруль на сегодняшний день является лидером по результатам первого полугодия и нерестовой компанией в частности, среди всех инспекций, кроме морских инспекций. Тут, к слову, есть что добавить, есть такое в этом году созданное Черноморское бассейновое управление, очень интересное управление, которое занимается охраной водных биоресурсов на побережье Черного моря, как в Херсонской, как в Николаевской, так и в Одесских областях. Но сегодня результат этого управления не ошеломляющее, конечно, в виде картинки, которую оно показывает агентство, в виде таблиц всего остального. Да, там у них ущерб порядка 48 миллионов 900 тысяч гривен, насчитанный ущерб государству рыбному хозяйству. Но стоит заметить следующее, что по информации, размещенной на сайте Госреба агентства Украины, работникам Черноморского бассейнового управления, 10-го, 04-го, 05-го и 15-го, 06-го этого года, было составлено 4 административных протокола за изъятие травяного краба, по которому начислено убытков на сумму 48 миллионов 300 тысяч гривен. Но при этом краб, как оказалось, был выпущен обратно в живую воду. При этом постановлением кабинета министра Украины, по которому были начислены указанные выше убытки, определено, что...